Я Валера Заненко, и сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые вы оставляли в комментариях под видео. Я в одном видео говорил про то, что если вы поймали стресс-мандраж, нужно зажиматься, скажем, вы зажались, да, и не пытайтесь расслабиться, а пытайтесь, наоборот, еще больше зажаться и уже в этом, на этих ощущениях играть. И пришел вопрос. Вот пишет, значит, под видео, зажмись со всей дури, ты не сможешь сыграть розыгрыш серийно. Сделаешь ты один топс, окей. Извернешься и сможешь второй. Повезло. Но третий-то как? Вот давайте подумаем. Во-первых, уже вы два сделаете. И интересно, что сразу мне написали, тогда в тот же день, другой комментарий оставил игрок, что сразу попробовал это в игре и получилось. То есть получается, что, да, не так сильно летело, но сыграл раз-два-три, допустим, мяча и потом уже тело не смогло быть в таком напряжении долго и оно само по себе расслабилось. Интересное, да, замечание, что получается, что мы просто обманули нашу голову. Мы поставили наш организм в такое положение, где он еще больше зажмется и уже тогда из этого положения оно само расслабляется, потому что невозможно находиться в таком напряжении очень долго. Вот интересный момент. А что касается того, как сыграть третий мяч, давайте дойдем сначала до третьего мяча, потому что вот, допустим, вы начали атаку, да, продолжили. Ну, там бывает уже, когда мы зажимаемся, по какому счете? Ну, там 9-9, 10-10. Может быть, этого будет уже достаточно. А если нет, ну, можно всегда попробовать отыграть вторым номером. Ничего страшного в этом нет. То есть можно отыграться за счет скорости соперника, да, где-то наоборот, зажатой рукой получится все вращение туда вернуть. Ну, вот-вот, что можно сделать-то. И, по крайней мере, по крайней мере, дальше уже идет вопрос силы воли. То есть, как бы, да, зажались, да, там третий, четвертый мяч тяжело, но можно потерпеть. Но, по крайней мере, есть уже куда двигаться. Вы уже два мяча сыграли, вы уже вошли в розыгрыш. Оно гляди и отпустит. То есть, это точно бывает, да. То есть, самое сложное, что, когда мы мандраж ловим? Подать, принять. То есть, когда в розыгрыш входишь, там уже бывает по наите, уже пошло, все, уже там начинаешь вращать, крутить, перекручивать. Даже в таких стрессовых ситуациях обычно разыгрывается самый красивый розыгрыш. Потому что ваш соперник тоже не готов уже играть очень активно. И уже идет, скажем, у него понижение в скорости. И уже идут хорошие, красивые розыгрыши, которые там на эмоциях, на силы воли разыгрывают, ребята, очки. Вот о чем речь идет. Поэтому я считаю, что все-таки стоит пробовать играть зажатым, более зажатым, да, и потихоньку вы привыкнете к этим ощущениям. И уже для вас это будет нормой. И уже не будет такого, скажем, чересчур зажатости, чтобы вы не смогли попадать на ту сторону. Так, давайте к следующему вопросу. Есть вопрос о том, как сохранять концентрацию и силу на долгих турнирах, которые длится более четырех часов, особенно под конец и финалы. Так, я вот как раз, отвечая под этим комментарием, написал пункты, давайте их разберем. Первое – это перекусы. Ну, вот если вы запаслись, скажем, шоколад, бананы, печенье, ну, тоже такое, быстро же можно, значит, сгоралось, вот это можно, да, делать бесконечные маленькие перекусы. Если время побольше, можно съесть какой-то гарнир, допустим, да, с какими-то овощами, то есть тоже, да, ну, чтобы было чем питать ваш организм. Это очень важно. Ну, банан просто незаменимая вещь, да, если вот любите банан, обязательно кладите прямо связку туда в рюкзак, и все будет нормально. Так, второе – смена одежды вплоть до носков. Ну, вот, понятно, что ноги устают, потому что потеют, устают, и, допустим, смена носка, они, носков между играми, может придать силы ему, может, да, то есть, прямо сразу легче будет играть. То есть, я не говорю уже про майку. То есть, вы, допустим, сыграли одну-две игры, майка мокрая, и она такая тяжелая, да, неприятная к телу, тем более, если вы остыли, то она кажется прямо очень холодной еще. То есть, смена майки регулярно. Сейчас, я думаю, с этим проблем никого нет, там, закинул 5 маек, да, потом пришел домой, все это в стиральную машину закинул, и нормально, да, постиралось, быстро все высохло, тем более, если синтетика за час высыхает. Все. То есть, майки менять почаще. И тоже, то есть, вы не будете уставать, вы будете все время как будто вот перезаряженный. Полотенце, понятно, да, тоже. Тоже обтираться полотенцем после каждой игры, чтобы, ну, не продуло ничего. Вот так вот. И спортивный костюм одевать. Даже если бывает в зале не так холодно, но вы остываете, да, то есть, какую-то часть костюма обязательно можно одеть, уже по ощущениям. Если прохладно в зале, тем более, весь костюм одеваете, и уже проще. Я еще на долгий турнир беру тапочки обычные, да, чтобы нога отдыхала, не все время была в кроссовке, но это уже так, смотрите, да, если большие паузы есть, это к этому можно придерживаться таким рекомендациям, да. Третий момент. Сон или просто лежать, если большие паузы, да. Но были у меня такие моменты в игре, когда я ложился, и потом было хуже. Но это обычно, знаете, как к чему относятся? Если маленькие паузы, допустим, прилегли там, да, и потом сразу вставать и идти играть. Тяжело. Если пауза больше часа полтора, можно прилечь. Спать, не спать, это по ощущениям, да, выключитесь, не выключитесь, это по ощущениям. Но прилечь точно можно, даже можно что-то, музыку послушать какую-то. Но вот точно лежащее состояние, оно помогает. Если пауза в маленьком, можно просто сидеть и никуда не ходить. То есть, вот все время разминаться, я вот не вижу в этом смысла, если, допустим, перед первой игрой, понятно, надо разминаться, а вот потом разминка может отбирать тоже силы. Ну, надо смотреть. Какие-то можно упражнения делать на закрепление мышц спины и так далее, на растяжечку. Но, смотрите, не всегда это полезно. И с маленькой паузой, может быть, стоит просто посидеть. Так, четвертый пункт, как раз растяжка и подкачка. То есть, если большая пауза, вот лежать не хочется, да, не так сильно устали, то можно подделать упражнение на растяжку и на упражнение на подкачку мышц. Спины, пресса, может быть, ну, бедер, да, то есть, там, какие-то стульчики поделать, посидеть около стены, ну, или просто, да, поприседать. То есть, это вот хорошо работает, как ни странно. Понятно, что не надо много делать, не надо перекачаться, но поддерживать свой организм в тонусе и делать именно акцент на те мышцы, которые будут дальше участвовать в процессе, это очень полезно. Пятое. Выход на свежий воздух. Вот, кстати говоря, ну, многие ребята, сейчас, наверное, меньше, тоже есть, кто постоянно там между играми курит, допустим, да, и они выходят на свежий воздух, по идее, да, и я всегда замечал, что в этом есть какая-то фишка, особенно просто выходить на свежий воздух. И даже если просто нет у вас причины выйти на свежий воздух, вы можете выходить на свежий воздух, и буквально пять минут побыли там и уже зарядились, и уже вот будет легче играть. Тоже, да, долго не надо. Были у меня случаи, когда там чересчур долго была большая пауза, и ты просто ходишь долго по улице, и потом не можешь просто играть, у тебя даже может голова разболеться, ну, понятно, душное помещение, слишком много свежего воздуха тоже может повлиять. А вот пять-десять минут выйти на свежий воздух, вы даже, может быть, вам будет во время игры приходить решение быстрее. То есть, как сыграть, куда сыграть. То есть, получается, что, ну, кислород быстрее попадает в воздух, он обновился, в голову, он обновился, да, и вам проще принимать сложные решения. Ну, и шестое написал я не тратить силы на лишние разговоры. Но тоже, да, бывает, что вроде бы ребят давно не видел, хочется пообщаться со всеми, но не всегда это в пользу, да, складывается. Бывает, наоборот, да, как бы приподнятое настроение, но злоупотреблять этим точно не стоит. Все-таки, когда общаешься, ты пытаешься что-то рассказать или выслушать, и ты на это тоже тратишь много энергии, и бывает потом сложно выходить сразу, переключаться на игру. Но не всегда бывает польза просто сжиматься, да, то есть, надо чувствовать, как вот правильно себя вести, да. Бывает, наоборот, ты зажмешься, ни с кем не разговариваешь, ничего не отвечаешь никому, и в таком вот состоянии играешь, тяжело играть. Но тут надо беречь эмоции в первую очередь, и надо, ну, как-то понимать осознанно. То есть, ты хочешь сейчас что-то ответить или там пообщаться немного, но чересчур злоупотреблять это тоже не стоит. Вот такие вот рекомендации касаются того, как правильно играть долгие турниры. Я вот еще сидел и долго думал, что еще можно быть. Напишите обязательно в комментариях, если что-то вам помогает то, что я не написал, да. Еще разбор матчей своих. То есть, поскольку я часто записываю на видео все игры, да, свои, то вот если, допустим, сыграл игру, у тебя есть время, можно на телефоне включить сыгранный матч и посмотреть, как было. Может быть, все было хорошо, а проиграл, потому что, может, соперник был лучше. Или просто не повезло где-то, или видишь, что-то тебя отвлекло, и ты сразу видишь причину, или просто видишь то, что все хорошо, можно продолжать так же играть. Если что-то нехорошо, ты можешь поменять это. Вот что, чем еще хорошо можно использовать большую паузу на турнирах, тем, что можно свою игру разобрать. Как можно проиграть, ведя 8-2? Ну как? Часто бывает, что мы сами этого не осознаем, нам просто интересно, догонит нас или нет. То есть, получается, мы ведем 8-2, и мы начинаем играть в психологические игры с самим собой. То есть, нам интересно, сможет ли соперник нас догнать, действительно он такой сильный. Вот, и мы начинаем в эти игры загоняться психологические, и нам просто сложно бывает опять вернуться в игру. Такие, когда ты много ведешь, стоит уже пытаться играть более агрессивно. Вот. Причем, играть агрессивно каждый мяч. То есть, не получится так сыграть два раза агрессивно, допустим, потом два раза подержал, потом опять агрессивно. Это получается, ну, просто паника начинается, начинаешь дергаться. Но если ты выбираешь, скажем, играть дожимать, играть агрессивно, то это может привести к успеху. И сильные игроки так и делают. То есть, они начинают играть агрессивно все равно. Тогда проще, проще получается. Но если начинаешь осторожничать, то сильным догонят. Все-таки три очка набрать, если ты осторожничаешь, очень тяжело. Ты думаешь, сейчас надо терпеть всего три очка, а на самом деле не всего три очка, а еще три очка набрать. Вот надо вот так вот размышлять. И, в общем, играть, как будто ты, наверное, даже проигрываешь. Не ведешь 8-2, а проигрываешь 2-8. То есть, играть агрессивно максимально, не получилось один удар сделать, два удара сделать, три удар. Да можно даже проиграть. По крайней мере, после того, как вы вели 8-2 и проиграли, у вас просто не возник вопросов к себе. То есть, вы сделали все, что могли. Вы сыграли агрессивно, остро. Вот недавно был футбольный матч, где Краснодар играл с Севилей. И Краснодар забил два быстрых мяча, потом в конце первый тайм удалили у Севилей игрока. То есть, все складывалось хорошо. Счет был хоть и уже 2-1, но на одного больше. И как вот играть, да? То есть, надо играть агрессивно. Потому что, в любом случае, тем более такая мастеровитая команда, как Севилей, она может догнать и обыграть. Просто получается, что за того парня постарались, поиграли. То есть, на 10% свои КПД увеличили, каждый игрок увеличил на 10%. И за того парня уже побегали. Вот. А не зажиматься, да? А наоборот, играть агрессивно, атаковать. Да, проиграешь. Может, ты проиграешь. Но никто тебя не обвинит в этом. То есть, не будет вопросов уже к тебе, как к самому себе, во-первых, вопросов не будет. Может, тебе и будут вопросы. Скажут, да, надо было подержать мяч, надо было там максимально постараться вытерпеть и так далее. Но, как правило, ничего хорошего это не заканчивается. И вы себя опять будете ругать и так далее. То есть, надо играть агрессивно. Может быть, не чересчур агрессивно, да, просто мимо шарашиться подряд, но процентов на 15-20 поднять агрессивность в концовке матча, в концовке сета. Я бы так сделал. Вернее, я так стал делать уже. Вернее, я так сделал.